Массовые беспорядки Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Дарья Митина и журналист Максим Шевченко считают, что это ошибка, в которой власти что-то напутали. Однако руководитель Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, напротив, считает, что это намеренное предупреждение Платошкину, который вел неправильную с точки зрения администрации президента, публичную игру. Они поделились своим мнением с накануне ТВ. Вы знаете, первый раз слышу, если честно, какие беспорядки, по-моему, последние три месяца вообще в России никаких массовых акций не проходило. И не планировалось никаких, я не слышал, по крайней мере, или это недоразумение, или будет какое-то все-таки большее понимание, потому что у меня просто пока нет понимания. То есть это должны быть какие-то серьезные события, вот, а за последние, не то что три месяца, а вообще за последний год, ну, последние были вот московские протесты, но там, по-моему, на Платошке не участвовало и никак не организовывало. Для меня это совершенно странная какая-то формулировка, но еще раз, надо разобраться. Единственное, что там написано, что было обыск, и что ему предъявили вот организацию массового беспорядка, что это явный бред. Вот, это очень смешно. Ушло, что болотное дело было склепано, так сказать, из ничего. Но с Платошкиным тем более, что, так сказать, нет ни одного публичного выступления, где он призывал бы к каким-то незаконным действиям. Наоборот, он всегда подчеркивал, что не выходите на несанкционированные акции и делаете все в рамках закона. Вот, и даже над ним подхихикивали, что, типа, значит, оппозиционное движение Платошкина, значит, партия умеренного прогресса в рамках закона. То есть, я не знаю, на что они рассчитывают, и что они там такого могли у него в квартире найти. Ну, насколько я знаю, так сказать, Платошкина, я сомневаюсь, что у него дома подпольная типография, там, с листовками, какими-нибудь там, с призывами и так далее. Его арест является абсолютно беззаконием провокации против левой оппозиции. Я считаю, что если на самом деле Платошкин арестован, это просто запугивание оппозиции, абсолютно мерзкая, отвратительная жандармская полицейщина, против которой я призываю всех поднять свой голос. Я рассматриваю это как вообще репрессии против оппозиции, и целью ее запугать и не допустить консолидации левой оппозиции на выборы 2020 года. Если это так, то власть просто перешла к запугиванию левой оппозиции. Это точно. В случае с господином Платошкиным речь идет скорее о предупреждении, что он выходит за красные флажки, а в качестве такого выхода могла расцениваться как раз его попытка организовать массовую акцию против поправок в Конституцию, в которой ему было отказано. Плюс сейчас во власти установка мобилизовать максимальное количество ресурсов для того, чтобы оппозиции состоялся так, как нужно. Поэтому в зависимости от дальнейшего развития ситуации вокруг господина Платошкина можно будет сказать. Или это ему предупреждение, чтобы он не выходил за красные флажки, тогда вся эта ситуация с уголовным преследованием постепенно будет спущена на тормозах. И, возможно, даже власть таким образом поможет его раскрутке как управляемого политика на левом фланге. Либо, если действительно уголовные преследования продолжатся, тогда это будет означать, что он переведен в ряд несистемных политик.